907 поправка против Азербайджана приостановлена и в этом году. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Ильхамом Алиевым по инициативе США сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Напомню, что почти 30 лет назад Конгресс Соединенных Штатов принял закон под названием «Акт в поддержку свободы по оказанию государственной помощи бывшим советским республикам». А 907 поправка этого закона как раз-таки предусматривает запрет помощи официальным структурам Азербайджана. Этот момент и другие аспекты взаимоотношений Баку и Вашингтона в настоящее время обсудим с депутатом парламента Азербайджана Севинч Фаталиевой. Севинч Ханум, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Итак, прежде вспомним и заодно поясним нашим телезрителям, как появилась 907 поправка к акту в поддержку свободы. На тот период, а это был 1992 год, разгар Карабахской войны, большое влияние на принятие этой поправки, естественно, оказала армянская диаспора США. Мы знаем, что там она очень мощная и по сей день. Конгрессмены всецело брали за основу принятия этой поправки информацию одностороннюю, однобокую, которую они получали от армянской стороны. Но впоследствии мы помним, что эту поправку неоднократно обещали ликвидировать в США, но это не делалось. Еще общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев подчеркивал моральный аспект ликвидации этой поправки. Итак, почему до сих пор вопрос с этой поправкой не решен? На что рассчитывают Соединенные Штаты, ваше мнение? Вы совершенно правильно отметили, что эта поправка была принята в 1992 году. И на тот период, это был период информационной блокады, когда армянская сторона с помощью армянского лобби представляла совершенно другие реалии, совершенно другую интерпретацию событий, происходящих в регионе. И все это, безусловно, привело к принятию такого рода несправедливой поправки. Но, опять же, эта поправка была принята Конгрессом США. Что, в свою очередь, здесь необходимо отметить то, что, в принципе, во внешней политике Вашингтона главными являются, безусловно, президент и госдепарталер. Но Конгресс США имеет определенное влияние на внешнюю политику. И принимая во внимание тот факт, что лоббистская деятельность и деятельность диаспор внутри США, как и вне, безусловно, может воздействовать на мнение конгрессменов, сенаторов. И таким образом, именно под воздействием сильного армянского лобби, даже на тот момент достаточно активного, эта поправка была принята. Но здесь необходимо говорить о том, что при администрации Буша, при администрации Обамы, даже при Трампе, эта поправка не реализовывалась. И, опять же, на двусторонние отношения она особо не влияла. И поэтому Азербайджан, если использовал, так скажем, эту поправку в контексте двусторонних отношений, то здесь, безусловно, наша позиция заключалась в том, что США проявляют несбалансированные отношения, которые совершенно далеко от реалий. Таким образом, нынешняя ситуация. Сегодня Азербайджан активно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки в различных сферах. И я думаю, что, как и звон телефонный разговор госсекретаря Блинкина с президентом Азербайджана, и поднятые вопросы в ходе диалога, касательно поправки, других моментов, о которых, наверное, мы будем с вами говорить, все это, в первую очередь, демонстрирует тот факт, что информационную борьбу сейчас Азербайджан выигрывает. И в течение 44-дневной войны, и после, и сегодня наша позиция, наши достижения, наши приоритеты достаточно четко, в правильной форме и доходчиво доносится до мирового сообщества, и в частности, до Соединенных Штатов Америки. Особо хочется отметить, что на протяжении 44-дневной войны президент Азербайджана активно сотрудничал с различными медиа-агентствами, раздавая интервью зарубежным агентствам, местным агентствам. И главной целью этих встреч, этих интервью, было то, что необходимость именно вести войну не только на поле боя, но в первую очередь в информационной сфере. Я думаю, что сегодня мы можем говорить о достаточно значительных успехах, о ряде побед в информационной борьбе, поскольку сегодня и истины о Карабахе, и истины о деятельности Армении, о фашистской деятельности Армении на протяжении этих лет, на протяжении оккупации азербайджанских территорий, на протяжении того времени, когда проводилась этническая чистка, все это уже донесено до мирового сообщества, и тут возразить какими-то фактами, безусловно, нет возможности. Факты у нас на руках, мы говорим о своей позиции, мы говорим о созидании, мы говорим о создании мирного и процветающего региона. Сергей Ильич, как Вы верно отметили, президент давал множество интервью международным СМИ, то есть сегодня уже все знают, в том числе США, естественно, как непосредственный сопредседатель Минской группы ОБСЕ, реалий Нагорно-Карабахского конфликта бывшего. Знают, что земли были оккупированы, Азербайджан свои земли деоккупировал. Вот говоря в этом контексте, почему тогда эта поправка 907-я не ликвидируется? Почему США продолжают ее приостанавливать? И хочется отметить, что это все произошло, телефонный звонок я имею в виду президенту Ильхаму Алиева, госсекретаря США, на фоне того, как президент США Джо Байден произнес слово «геноцид» 24 апреля. И после этого такой телефонный звонок. На что рассчитывают Соединенные Штаты тем самым? В первую очередь мы должны говорить о том, что телефонный звонок, опять же, и вопросы, поднятые в течение этого разговора, демонстрирует тот факт, что, опять же, наша информационная борьба не проходила зря. Сегодня в США понимают и осознают процессы, происходящие в этом регионе, а также возобновляемый интерес Соединенных Штатов Америки к этому региону. Да, этот звонок произошел на фоне заявлений президента Америки Байдена. И я думаю, что здесь были определенные попытки смягчить углы, поскольку позиция Азербайджана, опять же, ясна не только как всему миру, так и Средневному Америке, потому что президент Азербайджана не раз выражал свою поддержку, и в разговоре с телефоном в разговоре об этом упоминалось. Да, шаг против Турции – это шаг против Азербайджана. Абсолютно верно. Мы выражаем свою полную поддержку в Турции и привержены исторической трактовке событий, а не каким-то политическим реферансам. И тут, опять же, если президент США пытается сделать определенные реферансы в сторону Армении и, возможно, пытается каким-то образом, так скажем, поддержать или помочь Армении, то тут в первую очередь необходимо говорить о том, что если действительно беспокоит, если их действительно беспокоит будущее Армении, то оно в первую очередь связано с Азербайджаном. Оно в первую очередь связано с участием Армении в том формате сотрудничества, которое сегодня предлагает Азербайджан в соответствии с новыми создавшимися реалиями в этом регионе. Это, безусловно, пойдет на пользу не только Азербайджану, не только Армении, не только близлежащим странам, но и также тем партнерам США, которые находятся в этом регионе, потому что это способствует как и увеличению товара обороты, увеличению экономических, усилению экономических отношений и многим другим. Сегодня мы говорим не только о создании инфраструктуры, восстановлении инфраструктуры, а в первую очередь о способности и возможности вернуться около миллиона беженцев на свои родные земли, а также привлечении различных инвесторов, различных иностранных компаний для работы по восстановлению Карабаха. И в этом, безусловно, Соединенные Штаты Америки также заинтересованы, потому что для них это будет еще одной, так скажем, площадкой для увеличения, укрепления экономического сотрудничества. В отношении Турции, опять же, мы выразили свою приверженность и всяческую поддержку братской стране, и об этом открыто заявлялось в различных форматах. А что касается поправки, то сегодня Америка продолжает работать. И, как я уже сказала, Конгресс — это орган, который часто поддается влиянию, так скажем, своих избирателей, определенных кругов, которые имеют влияние в том или ином штате или городе. И сегодня, опять же, Конгресс Соединенных Штатов имеет определенный вес в выработке внешней политики. Я думаю, что и заявление Байдена тоже было неспроста под, так скажем, влиянием определенных кругов, попыткой сделать реферанс в сторону определенных кругов. И сегодня наша главная борьба, опять же, это ведение информационной борьбы, которая сейчас уже выходит на новый уровень. Мы за создание мирного региона, мы за создание процветающего региона. И сегодня наша позиция заключается именно в том, что наши страны, которые с нами сотрудничают, страны, которые являются надежными партнерами, я думаю, что Азербайджан для Соединенных Штатов Америки уже это доказал, как и в борьбе с террористическими группировками, в борьбе с терроризмом в целом. Потому что, опять же, если мы говорим о борьбе с терроризмом, то это в первую очередь эти двусторонние отношения с Соединенными Штатами были расширены именно в участии Азербайджана в антитеррористических организациях. Но также сегодня Азербайджан является, так скажем, логистическим центром для Соединенных Штатов Америки, поскольку недавно президент Байден заявил о выводе войск из Абганистана. И я уверена, что это вывод войск, и все процессы, связанные с этим моментом, будут так или иначе проходить через Азербайджан. Поэтому именно логистическая функция Азербайджана, которая, я думаю, крайне необходима Соединенных Штатам Америки, крайне важна, а также, опять же, участие Азербайджана в антитеррористических операциях и наша приверженность борьбе с терроризмом в целом, все это доказало, что Азербайджан важный и доверенный партию Соединенных Штатов Америки. И сегодня, опять же, наша главная задача – это вести информационную борьбу для того, чтобы укрепить, так скажем, обогатить свою позицию и свое слово на мировой ареи. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Напомню, основные аспекты взаимоотношений Азербайджана и США итогом недели комментировала депутат парламента Азербайджана Севинч Фаталиева.